Как-то раз мы бродили по лесу и увидели там... Вот он перед вашими глазами. Тот самый чужой только с планеты Земля. Хищный монстр, покрытый щетиной, пожирающий забравшийся глубоко в лес землян. Но на самом деле, если уменьшить нашего чужого в пару сотен раз, вот кого мы узреем. Это самый обыкновенный жук-пожарник или жук-солдатик, как его часто называют в народе. Ничего необыкновенного с точки зрения человеческого глаза. Но если подойти к вопросу с другой стороны и увеличить множество объектов, можно увидеть кучу необычных вещей. В данном случае мы созерцаем подробные детали строения крошечного тельца жука-солдатика. Сочное ароматное яблоко, щедро согретое лучами весеннего солнышка. А это уже поверхность яблока, увеличенная в несколько сотен раз. Разрежем наше яблоко пополам. Под объективом микроскопа наблюдаем белоснежно-прозрачную структуру яблочной мякоти. Макрос Дальше мы отправились на Ригу, и наше внимание привлек старый камыш. Будто пожелтевшие полосатые обои. Приблизительно так выглядит старый камыш под линзами чудо-техники. Крохотный паучок отошел от зимней спячки. Множество его черных глазок так и уставились на нас. За множество минут съемки, ни один глаз так и не моргнул. Тело паучка покрыто обилием волосинок. Можно увидеть, как он шевелит и перебирает лапками. Земляной орех, или в простонародье арахис, прародиной которого является Южная Америка. Острое лезвие бритвенного прибора. Переливается разными металлическими оттенками от подсветки микроскопа. Острее лезвия явно выделяется в сравнении со всей поверхностью. Макрос Зеленый лучок, пробившийся на свет от лучей апрельского солнца. С приходом весны активизировались мураши, покрывая землю своими спутанными хаотичными движениями – голова и глаз муравья. Насекомое в движении, дергая лапками и шевеля своими антеннами, которые служат им органом обоняния. Губка для мытья посуды и столовых приборов. Имеет перепончатую поверхность, блестящая как стекло. Зеленая нитеобразная поверхность – это обратная сторона изделия. Желтое переспевшее яблочко с большим хвостиком. А вот такую, древесно-волокниструю структуру, этот самый хвостик обнажает нам под увеличением. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал Макрос. Делитесь роликом в сети. Новые видео не за горами. 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 Продолжение следует...